24 глава книги Пророка из Икииля Так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ними кости, и кипяти до того, чтоб и кости разварились в нем. 25. Посему так говорит Господь Бог, горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит, кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая пожребью, ибо кровь его среди него, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. 26. Посему так говорит Господь Бог, горе городу крови, и я разложу большой костер, прибавь дров, дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. 27. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. 28. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. 29. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист, от нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. 30. Да коли ярости моей я не утолю над тобою, я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу и не помилую. 31. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. 31. И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. 32. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай, но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. 33. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. 34. И сказал мне народ, не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? 35. И сказал я им, ко мне было слово Господне. 36. Скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое. 37. И вы будете делать то же, что делал я, бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть, и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. 38. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. 39. И будет для вас Изекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать, и когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. 40. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, очей и утеху очей их, и от рады души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. 41. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знаменем для них, и узнают, что я Господь. 42. Субтитры создавал DimaTorzok